Привет, друзья! С вами Елена Клевцова, и из этого видео вы узнаете, как переводится арабское слово Адан. Вы услышите древнейшую арабскую мотивацию к успеху, а также многое другое. Но начнём мы традиционно с трёх букв. Сегодня у нас на повестке дня элиф с хамзой. Вэль. Буква вэль даёт межзубный звук. И нун. Огласовочки. Дамма и сукун. Напишем слово. Слово сегодня написать будет, на удивление, просто. Ни одна буковка не протягивает руку своему соседу. Соответственно, никакого отличия между буквами в алфавите и словом не будет. Слово УЗН переводится как УХО. УХО. УЗН. Происходит это слово от корня следующего. Корень ЭВИНА. Единственный момент, не употребляйте этот корень, пожалуйста, в быту, потому что бытовое значение слова слушать это САМА. САМА. ЭВИНА тоже слушать, но в более классическом смысле. И как мы с вами уже не раз говорили, основой корней в арабских глаголах всегда являются три буквы. Соответственно, ЭВИНА – это глагол начальной породы. В арабском языке есть породы глаголов. Соответственно, это первая порода глагола слушать. Вот так она обозначается в словаре римской циферкой 1. Но поскольку в арабском языке 10 пород, то сейчас мы можем образовать вторую породу. Для этого нам нужно всего лишь удвоить корневой согласный с помощью шадды. И у нас получится АЗДАНА, АЗДАНА – глагол второй породы. Во второй породы действие переносится на другой предмет или лицо. И, соответственно, если в первой породе он сам слушал, то во второй породе он заставил кого-то слушать. А точнее, этот глагол переводится как «он возвещал АЗАН». Возвещать АЗАН – АЗДАНА, АЗДАНА. АЗДАНА – призывать на молитву. А призыв на молитву существительное звучит как АЗАН. АЗАН. АЗАН – призыв на молитву. Но, интересный момент. Множественное число существительного УЗН – УХО. У нас же УХО не одно, их двое. Итак, УШИ – тоже звучит как АЗАН. И в чём же разница между УШАМИ и АЗАНом? Разницы фактически никакой, кроме того, что в слове УШИ мы видим МАДДУ – удлинение АЛЬФА. АЗДАН. А здесь АЗДАН. 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 Вот такова связь между АЗАНом и УШАМИ. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Свидетельствую, что нет другого божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Творца. И свидетельствую, что Мухаммед – пророк его. ХАЙАЛА ССАЛА. ХАЙАЛА ССАЛА. Спешите на молитву. ХАЙАЛА АЛЬФАЛАХ. ХАЙАЛА АЛЬФАЛАХ. Спешите к успеху. И эти слова, упомянутые в тексте АЗАНа, вовсе не ради рифмы, не ради красного словца. Действительно, древние люди прекрасно понимали связь между успехом и дисциплиной. А что такое пятикратная ежедневная молитва? Это в первую очередь дисциплина духа. Мухаммед – пророк его. Мухаммед – пророк его. Во-вторых, молитва позволяет как очищать ум, так и фокусироваться на своих высоких целей. Поэтому, конечно же, человек, обладающий дисциплиной и высотой помыслов, сфокусированный, ежедневно, каждый день выполняющий практику молитвы, несомненно, рано или поздно добьется успеха. Человек, провозглашающий молитву в мечети, называется Муэдзин. Муэдзин. Давайте запишем это слово. Оно достаточно сложное. Хамзанадуау. Удвоенный зель. Муэдзин. По-русски Муэдзин. Ну, давайте еще раз вернемся к начальной форме Эдзина. Первое значение, которое – слушать. Оказывается, у этой формы есть еще и второе значение – разрешать. И от этого глагола происходит существительное эдн – разрешение. Эдн – разрешение. Бе-эднелле, говорят арабы. Бе-эднелле. С разрешения Аллаха. Фактически, это синоним более известного иншалла. Иншалла, бе-эднелле. Ну, а если же вы хотите научиться читать и писать по-арабски, понимать структуру арабского предложения, разговаривать, участвовать в диалогах, то я приглашаю вас в свою онлайн-школу арабского языка. И с нетерпением жду вас в числе своих студентов. Бе-эднелле, иншаллах. Маас-саляма. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова